В 1969 году, тогда еще, будучи молодым выпускником семинарии, Джон МакАртур, который много лет спустя стал уже известным пастором и проповедником, но тогда еще, повторюсь, он был молодым выпускником семинарии, он был приглашен на пасторское служение в новую церковь, церковь Благодать. Ему было всего 29 лет, и он был самым молодым пастором в истории той церкви. Когда он начал проповедовать, он ясно изложил и объяснил свой взгляд, что церковь должна практиковать церковную дисциплину. Ну, вы знаете, что это такое, для тех, кто не знает, я поясню. Ну, церковная дисциплина – это значит обличение человека, который живет в грехе, то есть, если какой-то человек живет в грехе и не оставляет его, то церковь обличает его в этом грехе по ступеням, один на один, вдвоем, втроем, потом всей церковью, и в случае, если он отказывается раскаиваться в грехе и оставляет свой грех, то это доходит до отлучения от церкви. Так вот, когда молодой МакАртур заговорил о церковной дисциплине, один из пожилых пресвитеров, как это часто водится, да, пожилые нередко думают, что они знают лучше, иногда так это бывает, а иногда не совсем так. Так вот, один из пожилых пресвитеров сказал ему, что ты делаешь? Ты разгонишь церковь. Люди этого не позволят. И вот тогда Бог дал мудрости 29-летнему МакАртуру ответить. Те, кто любят Христа, позволят. Те, кто любят Христа, позволят. И жизнь доказала его правоту. Применение церковной дисциплины не только не разогнало церковь, но и укрепило ее изнутри. Многие другие церкви, которые никого не обличали и никого не отлучали, уже развалились. Но церковь МакАртура продолжала расти, собирая в свои ряды людей, действительно любящих Христа и действительно заботящихся об исполнении Божьего Слова. Сейчас эта церковь насчитывает, насколько мне известно, около 7 тысяч членов и является одной из немногих церквей в современном протестантизме, которые последовательно практикуют церковную дисциплину. Действительно, люди, которые любят Христа, очень остро чувствуют, что им нужна вся возможная помощь, чтобы уподобляться Христу. Мы живем в мире, где нас искушает и подстерегает слишком много зла, слишком много искушений нас окружает, и поэтому нам действительно нужна вся возможная помощь, которую мы только можем получить, чтобы уподобляться Христу. И наличие церковной дисциплины в этом помогает. И наоборот, когда в церкви закрывают глаза на грех, позволяют укореняться греху, позволяют разным греховным тенденциям пускать корни, то это развращает и всех остальных. Не зря Писание говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. И в другом месте сказано, малая закваска квасит, что все тесто. Точно так же и один человек на явный и объективный грех, которого церковь закрыла глаза, развратит своим отношением многих людей в церкви. Напомню, что мы недавно начали новую серию проповедей, сделав небольшой перерыв от наших обычных, от нашей обычной экспозиции книг Священного Писания. И мы взяли серию тематических проповедей на тему церкви. И помните, что в самой первой проповеди мы говорили о том, что церковь – это колония неба на земле. Церковь – это колония неба на земле. Будучи колонией неба, она живет по законам небесного, а не земного царства. Поскольку царь этого царства является святым, то его воля заключается в том, чтобы и все граждане его царства тоже отражали его святость. Повторю, поскольку царь небесного царства является святым, его воля заключается в том, чтобы и все граждане его царства отражали его святость. В Ветхом Завете об этом говорилось так. Левит, 11 глава, 44 стих. «Ибо я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят». Бог говорит своему народу, избранному народу, который должен был быть как раз колонией неба на земле в ветхозаветные времена. Бог говорит ему, «Освящайтесь и будьте святы, потому что я свят». Левит, 19 глава, 2 стих. «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Левит, 20 глава, 26 стих. «Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Коренное значение слова «святой» это отделенный, посвященный. Так вот, Бог говорит, «Я отделил вас, чтобы вы были моим избранным народом». Отделил, значит, осветил. Посвятил вас для себя, поэтому будьте предо мною святы, посвящены мне. В Новом Завете точно такой же призыв обращен к церкви. Церковь в эту эпоху призвана быть сообществом неба на земле. И в Новом Завете точно такой же призыв обращен к церкви. 1 Петра, 1 глава, 15-16 стихи. Апостол Петр говорит, «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. поскольку наш небесный царь свят, то и мы, будучи подданными его царства, должны быть святыми. Наша жизнь должна быть украшением учению Бога». За основу сегодняшней проповеди мы возьмем еще один текст, который подробно говорит об этой теме. Это первое послание к фессалоникийцам, 4 глава, с 1 по 8 стихи. Первое фессалоникийцам, 4 глава, 1 по 8 стихам. Давайте прочитаем этот текст. Вслед за этим, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который дал нам Духа своего святого. Данный текст говорит о жизни по воле Божьей. Обратите внимание на такие выражения, как угождать Богу в первом стихе. Апостолы призывают угождать Богу, жить жизнью, угодной Богу. В третьем стихе воля Божья. Воля Божья есть освящение ваше. Так вот, этот текст призывает нас жить по воле Божьей и угождать Богу. И апостол Павел здесь ясно утверждает, что жизнь по воле Божьей это жизнь освящения. Жизнь по воле Божьей это жизнь освящения. Четыре раза в этом коротком отрывке повторяются слова с корнем святость. В третьем стихе. Ибо воля Божья есть освящение ваше. В четвертом стихе. Соблюдать свой сосуд в святости. Седьмой стих. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Восьмой стих. Бог дал нам Духа Своего Святого. Итак, жизнь по воле Божьей это жизнь освящения. И именно к такой жизни призваны граждане Небесного Царства. Давайте мы сейчас взглянем на этот текст более подробно. И мы увидим, что здесь перед нами раскрываются следующие три аспекта. Здесь мы увидим призыв к освящению, проявление освящения и причины для освящения. Призыв к освящению, проявление освящения и причины для освящения вам легко будет запомнить три П. Призыв, проявление и причины. Итак, давайте их рассмотрим более подробно. Во-первых, призыв к освящению. Призыв к освящению. Первый стих. Вслед за этим, братья, просим и умоляем вас Христом и Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Обратите внимание, что апостол Павел не просто пишет освящайтесь. Он не просто говорит угождайте Богу, а он вносит в свое письмо очень сильные эмоциональные нотки. Он говорит просим и умоляем. Просим и умоляем. Заметьте, кто это говорит? Это говорит человек, наделенный властью и полномочиями в церкви. Это человек, который имеет статус официального посланника, то есть официального представителя Иисуса Христа. Именно это означает слово апостол, посол, посол царя. То есть это высокий государственный деятель, это представитель царя всей вселенной, который действительно имеет полномочия распоряжаться в церкви. И смотрите, как он ведет себя. Он упрашивает верующих и умоляет их. Это говорит об очень серьезной, настойчивой, лично заинтересованной просьбе. Это не просто равнодушное распоряжение начальника, который безэмоционально отдает приказ, подписывает какие-то бумаги и говорит, так, ты пойдешь сюда и сделаешь вот эту работу. Нет, это очень эмоционально вовлеченное повеление. Это слезная, эмоциональная просьба отца к своим детям. Чуть раньше в этом же самом послании в первом Пессалоникийцам 2 глава 11-12 стихи Павел пишет, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Смотрите, как понарастающий звучит этот эмоциональный призыв. Каждого из вас, к каждому мы подходили, на каждого обращали внимание, смотрели в глаза каждому, каждого из вас, как отец детей своих, переживая о вашей судьбе, о вашем будущем, будучи лично заинтересованными в вас, мы просили, если вы не обращали внимания на нашу просьбу, то мы убеждали, мы уговаривали, мы аргументировали, мы приводили доводы. Если вы отказывались прислушиваться к нашим доводам, мы умоляли, мы взывали к вашей совести, мы взывали к вашим чувствам, мы взывали к вашему долгу и умоляли, пожалуйста, не будь так жесток, не будь так равнодушен, пожалуйста, прислушайся к моей просьбе. Мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. апостолы словно бы хватали каждого члена церкви за одежду и уговаривали его, не уходи, брат, не уходи, сестра, брат, будь святой, будь святым, сестра, будь святой. Более того, они просят и умоляют не просто от себя, они ссылаются не просто на свой авторитет и говорят, ну ради меня сделай это, ну если ты ценишь мой вклад в твою жизнь, то пожалуйста нет, смотрите, в нашем стихе в 4 главе мы прочитали они просят и умоляют Христом Иисусом в лучших греческих манускриптах стоит Господом Иисусом то есть Павел ссылается на главный авторитет чьей властью он просит и умоляет церковь он ссылается на Иисуса который является нашим Господом и говорит ради Него ради вашего Спасителя если вам дорог Христос если вам дорого искупление если вам дорого спасение если вам дорог Царь Иисус Христос то я прошу и умоляю его властью его авторитетом ради Него о чем же Павел умоляет церковь читаем дальше в первом стихе чтобы вы приняв от нас как должно вам поступать и угождать Богу более в том преуспевали он умоляет верующих чтобы они угождали не себе а Богу дорогие друзья почему мы должны угождать Богу а не себе потому что он наш царь он наш царь помните мы начинали с того что церковь это сообщество неба на земле церковь это земные люди с небесными паспортами наше гражданство на небесах и поскольку мы принадлежим к царству Божьему то мы должны угождать царю этого царства Богу и его волю исполнять в древние времена людям было легче понять почему апостол Павел так говорит потому что они жили при царях мы уже давно отвыкли от того что такое жизнь при царизме да но представьте себе представьте себя живущими в древнем мире где есть царь от которого зависит абсолютно все что происходит в стране и который распоряжается абсолютно абсолютно всем имеет полноту власти абсолютная монархия и вот при таком устройстве люди боялись быть неугодными царю они ловили малейшие знаки указывающие на настроение царя они старались во всем ему угодить потому что от царя целиком и полностью зависела их жизнь одним только кивком головы царя они могли бы лишиться жизни и наоборот одним словом царя они могли быть вознаграждены так как никогда за всю жизнь бы не заработали и так люди в древние времена прекрасно понимали что их жизнь полностью зависит от царя они дорожили его вниманием его благорасположением они стремились завоевать его доброе расположение и ничем его не нарушить то есть они прекрасно понимали что если есть царь то царю нужно что угождать и это не просто человекоугодничество это понимание что от твоего угождения царю зависит вся жизнь дорогие друзья насколько же более мы должны стараться во всем быть угодными небесному царю царю всей вселенной подданному которого подданными которого мы являемся царю от которого зависит не только наша земная жизнь но и вся вечность если люди угождали царю от которого зависит их земная жизнь насколько более мы должны стремиться угождать небесному царю от которого зависит не только земная но и небесная жизнь от него зависит вся вечность апостол павел пишет что в этом угождении богу мы должны преуспевать более и более первом стихе да приняв от нас как должно вам поступать и угождать богу более в том преуспевали то есть павел подразумевает что вы уже понимаете что такое угождать богу в какой-то степени он говорит здесь о церкви в целом в какой-то степени вы как церковь уже угождаете богу мы просим и умоляем вас еще более в этом преуспевать это значит дорогие друзья что если вы все еще живете для себя и в той церкви тоже наверное были разные люди некоторые из них жили для себя и не угождали богу так вот если вы все еще живете для себя если вы не угождаете господу если вы заботитесь о своих интересах то остановитесь и задумайтесь если вы гражданин неба начните угождать не себе а богу если вы гражданин бога гражданин неба остановитесь и задумайтесь начните угождать не себе а богу если же вы уже стараетесь быть угодными ему то вместе с апостолами мы просим и убеждаем и умоляем пожалуйста ради господа иисуса христа старайтесь еще лучше будьте угодны ему во всем проверьте в чем вы еще не угождаете богу в какой сфере жизни вы остаетесь неверными ему и посвятите ему эту сферу отбросьте все свои сомнения отбросьте весь этот эгоизм за который вы держитесь как за жалкие лохмотья как за протухший мусор который вы боитесь потерять разожмите свои жалкие кулачки отпустите все это и скажите господи я больше не буду жить для себя я отдаю в твои руки и эту сферу моей жизни в которой я был не послушен тебе дорогие друзья апостолы так сильно настаивают на этом потому что риск не исполнять волю божью очень велик риск не исполнять волю божью даже называя себя христианином даже будучи членом церкви риск не исполнять волю божью очень велик даже в их времена когда павел писал эти слова многие люди формально называющие себя христианами не жили по воле божьей во втором тимофею 4 10 павел пишет ибо демас оставил меня возлюбив нынешний век человек который был сотрудником даже апостола павла какое-то время не только оставил павла он оставил служение он возлюбил нынешний век 1 тимофею 6 10 ибо корень всех зол есть серебролюбия которому предавшись некоторые уклонились от веры то есть люди были в вере были среди церкви среди верующих но предались погоне за комфортом за удобством за заработком за деньгами и уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям во втором петра 2 глава 15 стих сказано что что тоже о людях внутри церкви что некоторые из них оставив прямой путь они заблудились идя по следам валаама сына вассорова который возлюбил мзду неправедную возлюбил неправедный заработок и они заблудились филиппийцам 2 глава 21 стих апостол павел находясь в тюрьме пишет слова исполненные горького сожаления филиппийцам 2 глава 21 стих наверное это какая-то минута может быть какой-то всплеск в его жизни когда он осознал как много людей даже внутри церкви на самом деле не верны христу и он пишет филиппийцам 2 21 потому что все ищут своего они того что угодно иисусу христу представьте себе дорогие друзья насколько велик риск жить считая себя христианином но не угождая богу в наши дни многие христиане тоже думают но я покаялся и крестился чего еще вы от меня хотите я и так все сделал пока сокрестился но чего вам еще от меня надо но нам ничего господу чего-то от вас надо или люди думают я избавился от главной проблемы от ада а больше мне ничего не нужно мне не надо ни небесных наград ни почести и славы они могут даже гим вспомнить не ради почести славы есть такой известный старый гимн и вот некоторые люди берут этот гимн как знамя и идут по жизни шагая смеясь да как там в общем смелым шагом они маршируют и говорят не ради почести и славы поэтому не надо мне никаких небесных наград буду жить для себя буду жить как живу дорогие друзья такое отношение приводит к тому что церковь бывает обескровлена знаете когда тело страдает анемией кто мучился анемией тот знает как это тяжело ты вроде бы просыпаешься после того как 10 часов поспал и встаешь усталым как будто бы ты 10 часов работал ничего не хочется делать 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 ни за что не хочется браться тебе нужно снова отдыхать также церковь вроде бы много сил должно быть так много людей а ничего не делается церковь анемично церковь обескровлена потому что все не ради почести и славы нам не надо звезд с неба нам не надо небесных наград мы просто живем как живем мы живем для себя вроде бы церковь есть а вроде бы ее нет евангелие не проповедуются люди в церковь новые не приглашаются служение не совершается вернее его тянет как как бурлаки на волге за лямку как тяжелый корабль маленькая горстка людей церковь вроде бы есть а вроде бы ее нет в таком случае церковь становится духовно парализована когда вроде бы тело лежит но она не может двигаться она не совершает работы жизнь верующих становится в лучшем случае лишенные евангельского влияния а в худшем позором в глазах мира и и вот апостолы не хотели чтобы так было поэтому они просят и убеждают и умоляют верующих ради власти господа иисуса христа будьте святы угождайте богу посвятите свою жизнь не себе великому которого надо развлекать и комфортно устраивать подождите с комфортным устройством до будущего небесного царства где бог даст вам все награды даст вам место для проживания в доме отца моего обители много поставит вас над городами управлять и совершать административную работу от его имени трудитесь здесь для бога посвятите свою жизнь господу удаляйтесь от греха будьте святы и так дорогие друзья в первом стихе мы увидели призыв к освящению в первом стихе мы увидели призыв к освящению следующих стихах перед нами раскрываются проявление освящения проявление освящения стихи со 2 по 6 ибо вы знаете говорит павел какие мы дали вам заповеди от господа иисуса ибо воля божия есть освящение ваше чтобы вы воздерживались от блуда чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести они в страсти похотения как и язычники не знающие бога чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконные корыста любива и здесь сделаем паузу когда мы читаем эти стихи мы видим что освящение проявляется во-первых в соблюдении заповедей второй стих говорит об этом ясно ибо вы знаете какие мы дали вам заповеди от господа иисуса это самое общее утверждение которое раскрывается в дальнейших стихах павел в первую очередь напоминает что святость обязательно проявляется в исполнении заповедей божьих с самого начала нам важно заметить что речь идет не о заповедях ветхого завета моисеева о заповедях нового завета это заповеди которые передали апостолы от иисуса христа как мы прочитали вы знаете какие мы дали вам заповеди он не говорит о моисеевых заповедях он говорит мы дали вам заповеди от кого от господа иисуса апостол павел очень четко понимал что у каждого завета есть свой закон богословие апостола павла отраженная в послании к евреям утверждает евреям 7 12 с переменой священства необходимо быть переменей закона левицкое священство сменилось священством иисуса христа это возможно лишь в том случае когда поменялся закон закон моисеев левицкий закон не действует для новозаветных верующих которые живут не под заветом моисеевом но под новым заветом и в новом завете есть свой закон помните мы подробно с вами разбирали эту тему на библейской школе многие из вас были слышали если кто-то не слушал этот урок то это фундаментальный урок его ну просто обязательно необходимо прослушать если вы хотите вообще понимать взаимоотношения между ветхими но и ветхим и новым заветом он есть к счастью на моем youtube канале вы можете найти библейскую школу разбор обзор ветхого завета и там найти вот эту эти уроки учение о заветах учение о заветах так вот у каждого завета есть свой закон и апостол павел четко понимает он много говорил о том что мы умерли для закона моисеева он много говорил что мы не под законом он много говорил о том что христианин не обязан соблюдать субботу точно так же как он не обязан соблюдать новомесячие. Мне очень кажется ироничным, что адвентисты, например, современные или некоторые из мессианских иудеев настаивают на соблюдении субботы, но не настаивают на соблюдении новомесячия. Странно, но в одном и том же стихе говорится, никто не осуждает вас за субботу или новомесячие или за какие-то другие праздники. То есть, если вы настаиваете на соблюдении субботы, соблюдайте и новомесячие, соблюдайте и все остальные праздники Ветхого Завета, так, как они описаны в Ветхом Завете, никак их не изменяя, не искажая. Ну нет, апостол Павел четко говорит, никто да не осуждает вас за это, это лишь тень будущего тела во Христе. Апостол Павел совершенно ясно говорит, что это лишь символическое указание на то, что во Христе исполнилось. Мы не под законом Моисеевым, мы не обязаны соблюдать субботу. О каких же заповедях он говорит? Он говорит о заповедях Нового Завета. О заповедях Нового Завета. И он говорит, вы знаете, какие мы, апостолы, дали вам заповеди от Господа Иисуса? Дорогие друзья, где мы находим эти заповеди, которые апостолы дали? В Новозаветных посланиях. В Новозаветных посланиях мы с вами находим заповеди Нового Завета. Это заповеди, о которых Христос сказал, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Мои заповеди. Когда мы соблюдаем эти заповеди, переданные нам от Иисуса Христа через апостолов, мы угождаем Богу. Поэтому, дорогие друзья, мы стараемся выстраивать всю церковную жизнь на основании изучения Библии, на основании заповеди Иисуса Христа и его апостолов. Когда перед нами встают какие-то вопросы, как нам поступить в церкви? Мы обращаемся к Писанию. Не к опыту отцов, мы не говорим, а вот наши деды вот так вот делали. Хорошо, может быть, это хорошо, что деды так делали, но давайте проверим их опыт в свете Священного Писания. Нам нужно в каждом поколении заново погружаться в Священное Писание, иначе мы станем не Церковью Писания, а Церковью Традиции. И мы пойдем по тому же ошибочному пути, по которому, в общем-то, можно сказать, исторические церкви прошли, оказавшись уже в плену мощнейшего нагромождения предания, которое с Писанием уже далеко не всегда и не во всем очень хорошо согласуется. Мы стараемся выстраивать всю церковную жизнь на основании изучения Библии, поэтому, когда мы собираемся на пастырском совете, на лидерском общении с братьями, на более широком братском собрании, перед нами встают какие-то вопросы, как нам поступить? Мы не говорим, я чувствую вот так вот, или а мы всегда так делали. Нет, мы каждый раз заново открываем Писание, и если мы не можем показать библейский принцип, то, значит, нам нужно внимательнее сначала исследовать этот вопрос в Библии, потом уже принимать какое-то решение. Вообще, жизнь по заповедям Иисуса Христа это один из главных признаков христианина. Говорить, что ты христианин, но не соблюдать Божьих заповедей, это значит быть лицемером. Когда кто-то говорит, мы спасаемся по благодати, а про заповеди не хотим даже слышать, это ясно показывает, что он вряд ли познал Бога как царя. Подумайте об этом. Если человек говорит, мы спасаемся по благодати, а про заповеди мне, пожалуйста, ничего не говорите, это все законничество. Это показывает, что человек вряд ли познал Бога как царя, а это значит, что он вряд ли стал гражданином небесного царства. В первом Иоанна, 2 главе 4-5 стихи мы читаем. Апостол говорит, кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец. И нет в нем истины. Поэтому, когда мы периодически встречаемся с такими людьми, которые говорят, мы спасаемся по благодати, о законе мне ничего не говорите, это все Ветхий Завет. Извините, а вы Новый Завет читали? Мы же сейчас откуда читаем с вами? Первый Фессалоникийцам. Угождайте Богу, освящайтесь, ибо вы знаете, какие мы передали вам... Что? А нет, заповеди это законничество, это Ветхий Завет, закон Моисея. Первый Фессалоникийцам, это вообще-то Новый Завет. Мы передали вам что? Заповеди от Господа Иисуса Христа. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины, это мы откуда читаем? Из Ветхого или из Нового Завета? Из Нового Завета, да? Первое послание Иоанна. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась. Из этого узнаем, что мы в нем. Как можно распознать христианина по соблюдению заповедей? Из этого мы узнаем, что мы в нем. Поэтому, дорогие друзья, члены Небесного Царства живут по заповедям Небесного Царства. «Граждане Неба живут по законам Неба». Позвольте спросить вас, читаете ли вы о заповедях Христа в Новозаветных посланиях? Применяете ли вы их к себе? Во-вторых, освящение проявляется, как мы сказали, во-первых, в соблюдении заповедей. Это общий принцип, который как бы охватывает всю нашу жизнь. А дальше он проясняется дальше, в следующих стихах. Во-вторых, мы можем увидеть, освящение проявляется в чистоте. Освящение проявляется в чистоте. Третьей-пятой стихи. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Одна из сфер, в которых сатана чаще всего ловит людей, это половая сфера. Это сильное искушение, потому что оно связано с сильными инстинктами. Это инстинкты, которые заложены в нашу биологическую природу. Они связаны со всем устройством нашего организма, с нашим гормональным фоном. И поскольку они заложены в биологической природе, Бог их заложил для того, чтобы мы создавали семьи, и чтобы продолжался человеческий род, чтобы исполнялась заповедь «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» и так далее. Так вот, Бог заложил в нас эти инстинкты, в нашу биологическую природу. И поскольку они являются неотъемлемой частью нашей генетики, их очень легко использовать для искушения. И сатана это делает. Фактически весь мир наполнен искушениями вот в этой сфере. Вокруг себя мы видим множество искушений в том, как люди одеваются и как они себя ведут. Очень часто люди в мирском сообществе одеваются провокационно. Очень часто люди заводят, опять же, на работе в мирском сообществе какие-то такие разговоры, где они намекают на что-то, флиртуют. Это имеет определенный подтекст. С экранов телевизоров показывают нам разные картинки, которые нас искушают. Даже на рекламных счетах, нередко, особенно раньше в 90-е годы, когда было вообще просто сплошное беззаконие и бесконтрольность, насаждалась вот эта вот вся развращенность. В песнях воспевается это. В разговорах между собой, когда встречаются мирские люди, они постоянно говорят на эту тему. Итак, это одна из сфер, в которых сатана сильнее всего ловит людей. И надо заметить, что это не только сейчас так происходит, но так было и во времена апостола Павла. Греко-римская культура была очень развращенной. В греко-римском обществе первого века проблема безнравственности была очень распространена. А, нам довелось однажды, даже не однажды, дважды, но это не важно, побывать в Эфессе. Вот. Когда мы были на раскопках этого древнего города, который фигурирует и в Новом Завете, мы подошли к руинам городской библиотеки, названной именем Цельса. И напротив этой большой библиотеки, в древние времена славившейся, хорошо известной, напротив этой библиотеки, буквально через маленькую улочку, которую можно пересечь в несколько шагов, располагалось другое здание. И по найденным в этом здании изображениям и монетам археологи узнали о предназначении этого здания. Вы знаете, какое здание располагалось напротив библиотеки Цельса, вот в этом древнем мегаполисе Эфессе? Публичный дом. Публичный дом. Странное соседство, не правда ли? Но самое интересное вот в чем. Археологи обнаружили, что из библиотеки к публичному дому был проложен подземный переход. Подземный переход. Это было сделано для того, чтобы, если люди стесняются прямиком на глазах у других заходить в публичный дом, они шли в библиотеку, а из библиотеки через подземный переход переходили туда. Жители Эфесса могли делать вид перед своими женами, что они идут в библиотеку. Читать очень хочется. И на самом деле идти в другое место. Проблема развращенности, она была очень распространена. И практически все историки, которые описывают культуру Римской империи того периода, они все отмечают вот этот вот момент. Это была культура крайне развращенная. Так что для людей в римском обществе было нормальным иметь и жену, и подругу, и вдобавок к этому навещать публичный дом. И вот в противоположности этому апостол Павел призывает, нет, даже умаляет верующих уметь соблюдать свой сосуд в святости и чести. Четвертый стих. В воле Божьей есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел, умел, то есть имел навык, имел способность, имел силу, умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Буквально знал как. Так буквально сказано в оригинале. Чтобы каждый из вас знал, как соблюдать свой сосуд в святости и чести. О чем он говорит? Сосуд – это, скорее всего, имеется в виду наше тело. Во 2 Коринфянам 4,7 говорится, что сокровище Божьей истины, сокровище Евангелия, мы носим в глиняных сосудах. То есть мы, наши тела, они на самом деле глиняный сосуд. То есть мы некрасивые, неказистые, ничего не стоим, не имеем сами по себе никакой ценности, ломаемся и так далее, и тому подобное. Так вот, сокровище Божьей истины мы носим в глиняных сосудах. Павел называет наше тело глиняным сосудом. И, скорее всего, здесь имеется в виду то же самое. Чтобы каждый из вас знал, как соблюдать свой сосуд, то есть свое тело в святости и чести. Отношения с противоположным полом часто являются критерием, по которому можно отличить мирскую хорошесть от подлинной святости. Подумайте. Отношения с противоположным полом часто являются критерием, по которому можно отличить мирскую хорошесть от подлинной святости. Павел здесь говорит в нашем тексте, что страсть похотения характерна для кого? Пятый стих. Язычников. А не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Таким образом, наше отношение к противоположному полу или наше умение или неумение воздерживаться является критерием, по которому отличается мирская хорошесть от подлинной богоугодной святости. Страсть похотения, о которой здесь пишет Павел, это интенсивные чувства. Страсть. Страсть это интенсивные чувства, которые очень часто как раз связаны с половой сферой. Из-за гормонального всплеска, гормонального выброса. На самом деле здесь нет ничего возвышенного, здесь нет ничего прекрасного, как обычно воспевают вот эту вот влюбленность. Это все в голове у человека. На самом деле это всплеск гормонов, то есть сугубо биологическое животное проявление. Не нужно обольщаться на этот счет. Но когда эти гормоны впрыскиваются в кровь, это же как наркотик. Это же у человека голову сносит, да? Страсти. Вот Павел поэтому называет это страсть. Страсть. Это интенсивные чувства, связанные они с сильными желаниями. Поэтому он говорит, страсть похотения. Похоть это сильное желание. Эта фраза подчеркивает, что не знающие Бога люди предаются влечением тела. Тело просит, гормоны играют, страсти возникают, и они предаются этим страстям. Это может выражаться или в реальных действиях, или в мыслях. Однако, так или иначе, сильные желания тела имеют над ними власть. Потому что язычники являются рабами греха, как все Писание об этом говорит. Мирские люди могут быть порядочными с человеческой точки зрения. То есть, они могут явно не нарушать законов, не быть преступниками. Они могут быть скромными, вести себя очень даже сдержанно, красиво. Мы говорим, некрасиво поступает, красиво поступает. Да, мирские люди могут поступать красиво. Они могут быть добрыми и даже могут помогать нуждающимся. То есть, это все еще не делает их святыми. Однако, они не понимают, почему им нужно воздерживаться от половых отношений вне брака. Поэтому, они не связывают себя Божьими заповедями, и они не стремятся угождать Богу. Они порядочные, они скромные, добрые, они помогут, отзывчивые. Но, когда дело касается удовлетворения желаний своего тела, они не понимают, почему я должен от этого отказываться. Они не живут по Божьим заповедям и не стремятся угождать Богу. Таким образом, это отличает подлинную библейскую святость от просто человеческой хорошести. Дорогие друзья, Писание призывает нас заранее думать о последствиях полового невоздержания. Притча, 5 глава, 3 стих. Притча, 5 глава, 3-4 стихи. Ибо мед источают уста чужой жены. То есть, что-то очень сладкое, мед. Очень привлекательное. Уста, это значит, что она говорит своей речью. Как она флиртует, как она ведет себя, что она говорит. Мед источают уста чужой жены, да? То же самое вы на противоположный пол можете, да, сестры, перелагать, да? Мед источают уста чужого мужа или мужчины. Мягче ли речь ее? Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч, обоюдоострый. Последствия. Думайте о последствиях. Думайте, как много вы потеряете. Потеряете своих детей. Потеряете свою семью. Потеряете свою церковь. Думайте о последствиях. Последствия горьки, как полынь. То есть, потом так противно будет. Остры, как меч, обоюдоострый. Изранитесь. Раны от меча, знаете, это не что-то, что зажило, как какое-то растяжение. Растяжение-то бывает, потом болит на погоду, да? Раны от меча – это то, что останется на всю жизнь. Если выживете. Последствия. Думайте о последствиях. Я знал одного человека, который был служителем в одной церкви. И человек был очень положительный. Очень положительный. Мне очень приятно было с ним общаться. Он умел поддержать разговор. Он много знал. Надо сказать, что он был во многих аспектах положительным человеком. Он хорошо зарабатывал. Много жертвовал на церковь. То есть, фактически, был чуть ли не главным спонсором одной из церквей. И он даже возмущался тем, как в других церквях происходили какие-то случаи обманок, о которых он знал. Он рассказывал об этих случаях обмана с негодованием, можно сказать, да? Что это действительно проблема, которая есть и которую нужно решать. То есть, казалось по всему, что он был посвященным Богу христианином, который вел праведную жизнь. Однако, через короткое время после нашего знакомства, не прошло, наверное, и пары лет, как он бросил жену и детей и завел роман на стороне. И это показало его подлинное состояние. Все предыдущие разговоры, какими бы они ни были прекрасными, как он служил в церкви, как он поддерживал разговоры на духовные темы, как он инициировал разговоры о высоком и духовном, как он говорил с возмущением о каких-то грехах. Как все это рассеялось, как туман, когда он сам стал неверным своей жене и неверным Богу. Когда он сам не умел соблюсти свой сосуд, свое тело в святости и чести, а не в страсти похотения. Вот эта вот страсть похотения показала, что он стоит на одном уровне с язычниками, не знающими Бога. Я не берусь судить о его духовном состоянии, возрожденный ли он человек или нет, но ведет он себя как невозрожденный. Дорогие друзья, храните ли вы себя в чистоте? В-третьих, освящение проявляется в честности. Освящение проявляется в честности. Посмотрите на 6 стих. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Еще одна сфера, которая ясно показывает наличие или отсутствие у нас освящения, это сфера честности. Хотя Павел, скорее всего, по-прежнему имеет в виду половую сферу. Скорее всего, большинство комментаторов считают, что вот этот вот стих по-прежнему говорит о половой сфере в этом контексте. То есть Павел по-прежнему называет вот этим вот противозаконным поведением, корыстолюбивым поведением, прелюбодеяние, блуд. Но все же я думаю, что в этом стихе мы видим более общий принцип, на который он опирается. Члены небесного царства не имеют права поступать с братом противозаконно и корыстолюбиво. Поступать с братом противозаконно значит нарушать закон, который защищает права брата. А поступать корыстолюбиво значит обманывать. Пользоваться доверием, чтобы обмануть и получить себе выгоду. Я думаю, что если мы возьмем это как общий принцип, то мы можем отнести это к разным сферам жизни. Поступать противозаконно и корыстолюбиво, это, например, когда ты пользуешься тем, что это твой брат или твоя сестра, член церкви, который тебе доверяет. И они тебе доверяют, что ты хорошо выполнишь свою работу, но ты выполняешь свою работу некачественно. Или берешь с них больше денег. Или ты, допустим, работу испортил, напортачил, но отказываешься вернуть им деньги и говоришь, ну мы же с тобой братья, да, там, братья-сестры, давай замнем это дело. Противозаконно и корыстолюбиво. Дорогие друзья, знали бы вы, как много я слышал случаев, когда члены церкви поступали в своей работе нечестно. Кто-то брал деньги в долг под свой бизнес, но потом у него что-то не шло, и он не отдавал эти деньги, несмотря на договоренности, не отдавал их полгода, год, а потом еще и вставал в позу и говорил, да я вообще тебе не отдам ничего, и начинал придумывать какие-то причины, почему он теперь якобы имеет право не отдавать. Это противозаконно и корыстолюбиво. Кто-то обманывал в отношении своего действительного дохода, уклоняясь от уплаты налогов. Это противозаконно и корыстолюбиво. Кто-то брался за ремонт машины, ломал ее и отказывался возмещать ущерб. Это противозаконно и корыстолюбиво. Один член церкви открывал фирмы-пустышки, проводил через их счет деньги с реально работающего бизнеса, потом продавал эти пустышки как якобы доходный бизнес, который на самом деле не имел никакого дохода. Это противозаконно и корыстолюбиво. Я читал, как один проповедник вспоминает из своей жизни и рассказывает про дьякона, который всегда носил в церковь самую большую Библию. Все люди шли с маленькими Библиями, у кого-то карманная. Это было еще в те времена, когда не было электронных гаджетов, телефонов. Люди все с бумажными Библиями ходили. И вот кто-то носит маленькую, карманную, у кого-то Библия умещается в его небольшой сумочке, у кого-то побольше Библия под мышкой. А он несет огромную такую, как кафедральную Библию, сгибаясь под ее тяжестью. И он был дьяконом церкви. Однако он был нечестным человеком. В результате церковь была опозорена. Дорогие друзья, освящение проявляется не в том, какая у тебя большая Библия, или красивая Библия, или исчерканная Библия. Иногда предметом похвалы становятся исчерканные Библии. Да, мы открываем, у нас там много-много подчеркиваний. О, смотри, как я Библию читаю. Это хорошо, и это хороший первый шаг. Но освящение проявляется не в количестве подчеркиваний в твоей Библии. Освящение проявляется в том, как ты живешь по Библии. Помните, как Христос говорил в Великом поручении? И уча их соблюдать все, что я повелел вам. Дорогие друзья, поступаете ли вы честно в работе, бизнесе, в отношениях с другими людьми? Итак, мы рассмотрели призыв к освящению и проявление освящения. Ну и в заключительной части нашего отрывка мы увидим причины для освящения. Давайте быстренько по ним пробежимся. Причины для освящения. Конец 6 и до 8 стиха. Дорогие друзья, Павел призывает нас освящаться. Во-первых, чтобы избежать наказания. 6 стих. Потому что Господь мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. То есть, когда апостолы были в этой церкви и проповедовали, они предупреждали о том, что Господь мститель за всякий блуд, нечистоту, нечестие. Греховное поведение будет непременно наказано Богом. В Псалмах сказано, не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Своим людям в израильском народе Давид говорит, что среди израильтян могли быть нечестивые люди. Это люди, которые не покоряются Богу. И он говорит, много скорбей нечестивому. Бог использует скорби, чтобы наказать свой народ и побудить его к послушанию. Хотя мы любим вспоминать пример Иова и говорить о несправедливых, незаслуженных, беспричинных страданиях. Но, дорогие друзья, Иов, он один такой. То есть это скорее малое число случаев, это скорее исключение, когда человек, будучи беспримерным праведником, подвергается страданиям. Насколько больше в Библии примеров того, что страдания постигают нечестивого, как мы и прочитали в этом стихе, много скорбей нечестивому. Поэтому, когда у нас происходят какие-то страдания, мы несем какой-то ущерб, надо обязательно подумать, не являюсь ли я непослушным Богу. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе. Это неразумное животное нужно обуздывать удилами. Знаете, что такое удила? Удила – это такой вот железный или деревянный как бы цилиндрик, который лошади заводятся за зубы и вставляются за зубы. У нее там есть такое пространство. И к этому удилу привязывается уздечка. Знаете, зачем это делается? Для боли. Удила вставляются лошади в рот для причинения боли. Потому что, когда вы дергаете за поводок, это причиняет боль под десном лошади. И она поворачивает голову, чтобы уменьшить эту боль. Вы тянете за одну сторону, и ей больно, и она уменьшает эту боль поворотом головы. Таким образом, всадник управляет лошадью. Вообще, всадники учатся, конечно, управлять лошадью и по-другому, чтобы не приходилось держать за удила. Я раньше, до того, как я когда-либо пробовал сесть на лошадь, я вообще не специалист в этом, но доводилось мне пару раз посидеть. Я думал, что нужно всегда держать удила так, как бы это, в натяг. Оказывается, нет, они лежат вообще, уздечка лежит спокойно, то есть вообще руки находятся внизу, да, потому что лошади больно. Удила для боли. Для того, чтобы лошадь повиновалась всаднику. Так вот, Бог посылает нам боль, чтобы мы ему повиновались. Но, дорогие друзья, насколько надо быть глупыми, как лошадь, чтобы ждать, пока Бог причинит тебе боль, прежде чем ты начнешь повиноваться Ему. Поэтому Давид и пишет, не будьте как конь, как лошадь, какой? Тупой. Давайте назовем это современным словом. Тупой лошадь. Не будьте как тупой лошадь, который ничего не соображает, которому надо боль причинять, чтобы он тебе повиновался. Зачем ждать, пока Бог начнет причинять вам боль? Почему бы не поспешить сразу повиноваться Богу? Доверьтесь Ему, ведь Он мудр. Он знает, что лучше для вас. Освящение, святость, участие в славе Его гораздо лучше для вас. Он приготовил для вас большее. Не пытайтесь урвать что-то, кусочек земного счастья, из этого мира, вопреки Божьим заповедям. Итак, освящайтесь, чтобы избежать наказания. Также освящайтесь, чтобы исполнять свое призвание. Седьмой стих. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Это наше призвание. Поскольку мы призваны быть гражданами неба, о чем мы снова и снова повторяем, мы призваны быть гражданами неба, то мы должны жить небесной жизнью. В 1 Коринфянам 1 глава 2 стих церковь называется призванными святыми. Призванные святые. Что это означает? Многие толкователи расшифровывают эту фразу так. Призванные, чтобы быть святыми. Вы призваны к святости. Ефесянам 4 глава 1 стих. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Вы призваны в звание детей Божьих. Граждан небесного царства. Так поступайте же достойно этого звания, в которое вы призваны. Освящайтесь, чтобы исполнять свое призвание. В-третьих, освящайтесь, чтобы не быть бунтовщиками. 8 стих. Итак, непокорный, непокорен ни человеку, но Богу. Когда мы не освящаемся, когда мы не отделяемся от греха, когда мы осознанно притаемся греху, особенно в таких сферах, как половая сфера, или нечестность в деньгах, поступаем с братом беззаконно, корыстолюбиво, мы становимся бунтовщиками, которые восстают против Божьих заповедей. Дорогие друзья, помните, какой была участь бунтовщиков перед лицом Бога? В книге числа, 16 глава, рассказывается история Корея, Дафана и Аверона. Это ветхозаветные бунтовщики, которые восстали против Божьей власти. Их участь была ужасной. Земля разверзлась и поглотила их живыми. Будьте послушными Богу, угождайте Ему, освящайтесь, чтобы не быть бунтовщиками. Ну и, наконец, освящайтесь, чтобы соответствовать Духу. Освящайтесь, чтобы соответствовать Духу. Конец 8 стиха. «Который дал нам Духа своего какого? Святого». Дорогие друзья, святость Церкви соответствует сути Святого Духа. Присутствие Духа Святого в Церкви становится очевидным через святую жизнь ее членов. Если какое-то сообщество называет себя Церковью, но если там процветает блуд и обман, то там явно нет Духа Святого. Мне вспоминаются некоторые примеры, когда в Церкви, не буду ее называть, но наверняка вы слышали об этих всех случаях, когда в некоторой Церкви служители Церкви организовывали банк, который являлся финансовой пирамидой. То есть поступали корыстолюбиво, и члены Церкви их оправдывали в этом. И жертвовали свои деньги, пытались на этом заработать, потом прогорели, потом обиделись, но все равно оправдывали этих пасторов. Там не видно Духа Святого. Прошло некоторое время, и обнаружилось, что пастор этой Церкви, оказывается, имел связи половые примерно с 80 прихожанками. Что только обнаружилось публично, может быть, еще были и случаи неизвестные. И снова обиделись, осудили, но все равно все остались при своем, а потом его обратно восстановили. Это показывает отсутствие Духа Святого. То есть в таком сообществе людей, хоть оно сто раз называет себя Церковью, это не Церковь, потому что там нет Духа Святого. Дорогие друзья, присутствие Духа Святого в Церкви проявляется и становится очевидным через святую жизнь ее членов. Нечистота же, наоборот, противоречит сути Святого Духа. И, дорогие друзья, поскольку Церковь, как сообщество неба на земле, призвана к освящению, в истинной Церкви будет практиковаться церковная дисциплина. Поскольку Церковь, как сообщество неба на земле, призвана к освящению, в истинной Церкви будет практиковаться церковная дисциплина. То есть Церковь не будет проявлять толерантность к греху. А, все нормально, давайте не будем поднимать этих проблем, пусть каждый живет, как ему хочется. Нет, не будем обличать, чтобы никого не оттолкнуть из Церкви. Нет, Библия говорит, извергните развращенного из среды вас. Это не Ветхий Завет, это Новый Завет, 1 Коринфянам 5 глава. Извергните из среды удаление человека из Церкви в случае отказа от покаяния. Безусловно, церковная дисциплина должна осуществляться правильно. Она должна осуществляться с любовью, с состраданием к человеку, с пожеланием блага для него, с возможностью достаточного, с терпением, то есть с тем, что мы даем человеку много времени, чтобы он имел возможность подумать и раскаиваться. Мы сначала один на один обличаем его, потом вдвоем, втроем обличаем его. Спустя время мы даем ему опять время подумать, мы обличаем его всей Церковью, когда мы на третий шаг объявляем его, замечание так называемое, да, то есть мы говорим, что человек такой-то живет в грехе и отказывается, покаяться в этом грехе. Давайте все будем с любовью обличать человека и звать его, вернуться к послушанию Богу. И когда вся Церковь обличает его, он все равно стоит на своем, тогда человек отлучается от Церкви. И это отлучение неформальное. Это не просто, не говоря с человеком, вычеркнуть его из списков членов. Это отлучение от лучения, то есть отделение его от Церкви. Малая закваска квасит все тесто. Чтобы она не квасила, нужно что сделать? Закваску удалить из среды тесто. Поэтому Павел говорит, итак, извергните развращенного из среды вас. Итак, дорогие друзья, мы увидели, что Церковь, как сообщество неба на земле, призвана к освящению. Давайте мы будем сейчас молиться и будем просить, чтобы Господь действительно нас освящал. И если кто-то осознает, что он не верен Богу в чем-то и хочет помощи, молитвы, духовной поддержки в борьбе с грехом, то вы подходите, пожалуйста, к служителям Церкви. И мы будем рады с вами поговорить и помолиться и поддержать вас. И если кто-то еще не пришел ко Христу как к Господу и продолжает жить в грехе, остается рабом своего греха, и вы знаете об этом, то спешите прийти ко Христу с покаянием. Он милостив, и Он обещает простить вас и принять, и очистить вас от всякой неправды. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за Слово Твое, которое нас учит, наставляет и обличает. Ты призываешь Церковь Твою, чтобы мы были святыми, как Ты свят. И мы просим, чтобы Дух Твой Святой производил в нас угодный Тебе плод, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание от всякого греха. Пусть этот плод становится более очевидным в нашей жизни. Если кто-то из нас знает за собой грех, мы просим, чтобы Ты дал раскаяться в этом грехе и отвернуться от него решительно. Ради Господа Иисуса Христа. Если мы слепы в отношении своего греха, то Ты по милости Твоей посылай нам прозрение, дай нам изменения и исправления, чтобы мы увидели уже сейчас в нашей земной жизни победу над грехом, как это и угодно Тебе. Благослови нашу церковь, чтобы она отражала Твою небесную святость, будучи сообществом неба на земле. Аминь. Аминь.